добрый день коллеги можно начинать когда мы готовы мы готовы добрый день дорогие друзья я хочу представить вам двух моих сегодняшних собеседников это андалеп халмухамедов и сергей теребков и сегодня мы будем обсуждать ситуацию с ковид и именно андалеп халмухамедов доктор педиатр старший научный сотрудник отдела по гемодиагностике ответит нам на вопросы которые задают наши слушатели читатели а вот президент slavic american chamber of commerce in california сергей теребков он продюсер нашего проекта и тоже подготовил свои вопросы для андалепа тема у нас очень болезненная прям в прямом смысле этого слова болезненная поэтому будем говорить про ковид вот уже два с половиной года как этот самый ковид пришел в нашу жизнь и теперь прошло достаточно времени чтобы мы могли уже обсуждать какие-то результаты вакцинации ну вот например у меня лично есть такой пример у моей привитой знакомой вся семья переболела ковид ее сын его жена и трое детей она оказалась с ними в одной компании и прекрасно провела с ними время и уже через два дня она от них уехала и по дороге домой узнала что вся семья с детьми вместе непривитые родственники заболели ковид они все были непривитые привиты привиты была только одна она она конечно же немедленно сделала тест и он оказался негативным это говорит о том что прививки работают андалеп добрый день да да конечно же они работают иначе они не прошли бы авторизацию и где это food and dragon administration это организация по санитарному надзору медикаментов вакцин различных препаратов медицинских приборов и так далее то есть абсолютно все что используется в медицинских целях подлежит надзору и и любой медицинский продукт прежде чем выйти на американский рынок подлежит тщательному разбору команды эти на различные аспекты и два из них являются такими очень главными это эффективность препарата и его безопасность то есть только если препарат или какая-то вакцина показала свою эффективность и безопасность клинических испытаниях только в этих случаях где может допустить его к использованию на территории страны андали подскажите пожалуйста насколько можно доверять тестом на к вид насколько они точны и мы знаем что есть ну в основных два вида то есть это вот такой домашний тест который можно приобрести в магазине вот и сделать самостоятельно в течение 15 минут и пцр тест может быть вы нам расскажете подробнее здесь да конечно где-то на самом деле отдельная история история с этими тестами но коротко отвечая на ваш вопрос да конечно же тестам можно доверять к сожалению здесь есть небольшая специфика как вы упомянули есть два вида тестов то есть это пцр тесты и антигеновые тесты ну давайте для начала расскажу зачем нам нужно вообще тестирование тестирование в случае с к видом нам необходимо ввиду того что клинически от дифференцировать к вид от каких-нибудь других острых респираторных инфекций практически невозможно и даже наличие такого симптома как потеря обоняния которые ошибочно считаются очень специфичным для к вида это не гарантия того что у человека к вида то есть существует несколько других штаммов вируса гриппа которые тоже вызывают потерю обоняния или вы же это может быть так называемый и февер аллергический лимит который тоже проявляется с потерей обоняния то есть ни один из симптомов с которыми проявляется к вид не является специфичным только для к виду и в этих случаях конечно нам нужно тестировать выявлять тех людей кто положителен и изолировать их для предотвращения распространения инфекции вот а насчет тестов значит вот как вы и сказали существует пцр тесты и эти антигеновые тесты которые мы можем делать в домашних условиях между ними есть принципиальные различия пцр тесты они более точные в плане того что сама пцр методика это наверное одна из самых точнейших методик которая когда-либо была придумана человечеством но и у нее есть свои минусы то есть пцр это такая сложная реакция сложная цепная реакция которая может производиться только в специализированных лабораториях и она обычно занимает от нескольких часов до нескольких суток с момента забора до получения результатов антигеновые тесты в свою очередь очень просты в использовании то есть мы можем их делать в домашних условиях но антигеновых тестах есть один минус по сравнению с пцр вскими это к примеру вот вы наверное все помним по федеральной программе раздавались эти антигеновые тесты и чувствительность этих тестов равна 65 66 процентов что это означает на практике это например если мы возьмем 100 человек и с ковидом и протестируем их только 65 из них покажут положительный результат это происходит из-за того что антигеновые тесты и чувствительность антигеновых тестов самом начале заболевания до появления каких-либо симптомов или даже в первые сутки появление симптомов довольно низкая поэтому для максимальной пользы антигеновых тестов их лучше использовать когда у человека уже есть симптомы если же симптомов нет то я бы рекомендовал в этом случае сделать пцр тест если конечно человек хочет узнать есть необходимость спасибо большое очень важная информация то есть если коротко резюмируетесь я вас правильно услышал значит вы рекомендуете вот эти антигеновые тесты которые в домашних условиях делается для тех у кого уже симптомы появляются если это для какой-то скрининг то лучше всего конечно это пцр делать это будет более точнее и антигеновые тесты можно уже на поздних этапах для выявления того заразен человек или уже нет спасибо спасибо да я вот этого не знала спасибо большое вот у меня еще один есть пример тоже как бы сходя из которого у меня есть вопрос вот другие мои знакомые они заболели всей своей семьей в количестве трех человек ковид и через три дня они уже были в полном порядке перенесли ковид в принципе как вот легкую простуду как грипп там не знаю и удивительно но факт похоже что все-таки прививки помогают организму справиться с заболеванием значительно быстрее чем тем кто заболел и не привившись это так да конечно это на самом деле один из важнейших показателей эффективности прививок вакцинация обеспечивает высокую степень защиты от тяжелых заболеваний то есть если вы помните в самом начале когда fda представляла данные от вакцин ну скажем модерн или файзера там было две цифры то есть была первая цифра которая равнялась около девяносто четырем процентом по моему для модерн и и вторая цифра 99 чем то что означают эти цифры это первая цифра означает насколько эффективна вакцина против возникновения заболеваний и вторая цифра это цифра которая показывает то есть для тех людей которые уже заболели к видом и будь они вакцинированы перенесут ли они к вид в тяжелой форме как я и говорил вакцинация обеспечивает высокую степень защиты не только от тяжелых заболеваний но также от госпитализации и смертельного исхода и в том числе от высококонтегиозных таких вариантов как микро и вакцинации наш организм синтезирует антитела специфичный SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 это вирус который вызывает COVID-19 и может быть давайте для наглядности я приведу такой пример если мы возьмем двоих людей то есть они должны быть одного пола одного возраста с одинаково иммунной системой и так далее и один человек будет привит а второй нет и допустим у привитого человека титр антител ну скажем так условно 10 тысяч и если оба этих человека подвергнутся риску заражения SARS-CoV-2 то есть если в их организм попадает ну тоже опять же условно скажем около 15 тысяч вирусных частиц что произойдет человек у которого сделана вакцина и у которого присутствуют антитела эти 10 тысяч антител уничтожит большую часть вирусных частиц то есть человек все равно может заболеть но если он заболеет с большей вероятностью он перенесет болезнь очень легко так как его организму уже на данном этапе нужно бороться с меньшим количеством вирусных частиц этот пример конечно не отражает всего механизма всего патогенеза мне кажется что для такого теоретического восприятия концепции о вакцинах он довольно наглядный спасибо доктор холл да спасибо антали огромное спасибо хочу сказать очень приятно общаться с профессионалами и получать вот такую вот информацию возможно как который только кому-то возможно жизнь спасет но все-таки даже бывает и такое я вот столкнулась с этим между прочим что некоторые медики конечно же совсем немного но они есть и они почему-то против вакцинации честно говоря не могу найти этом объяснение может вы мне поможете как это бывает я вылезу меня тоже нет хорошего ответа на этот вопрос на самом деле мне кажется что виной всему это отсутствие желания у определенного человека в данном случае врачей или любого медицинского персонала изучить информацию должным образом ведь вся информация вся статистика находится в открытом доступе каждый желающий может их почитать и ознакомиться я могу понять что для людей которые немного далеки от медицины и немножко тяжелее читать всю эту информацию так как это может показаться ему удобно то есть для хорошего восприятия этой информации у человека должны быть базовые знания иммунной системы а также медицинской статистики но почему этого не делают люди с медицинским образованием который выступает за против прививок мне кажется от своего нежелания и я еще хоть да хотел бы добавить что отлично я столкнулся с этим феноменом в большей степени с младшим медперсоналом то есть это может быть какие-то lvn rn то есть вот люди которые может быть не слишком в теории изучали теория всего этого дела вот так что спасибо большое очень очень благодарны мы вам за ваше за ваше время за ваши ответы вот я еще хотел спросить мы говорили о процессе утверждения вакцин да что fda federal drug administration это все как бы food and drug administration занимался занимался этим вопросом но у нас есть некоторые члены нашей комьюнити которые считают что процесс производства утверждения вакцины против kovid 19 был слишком быстрым и поэтому вакцине доверять не стоит скажите пожалуйста насколько вот эффективно и безопасно те вакцины которые предлагаются на сегодня да конечно я абсолютно уверен что вакцинация против kovid 19 подавляющим большинстве случаев безопасно благодаря тщательным испытаниям и эти испытания клинические которые были сделаны в них участвовали люди разного пола разного возраста с присутствием или отсутствием различных хронических заболеваний и конечно же по постоянным усилиям по мониторингу безопасности то есть вакцина на сегодняшний день находится так называемый четвертой стадии работает день не закончилась после того как и в день допускает определенный медицинский продукт на американский рынок они продолжают мониторить то есть так называемым постмаркет сервей ланс и для каждого препарата который поступает на американский рынок открывается горячая линия куда может дозвониться каждый желающий и сообщить о каких-то побочных эффектах если у него или у нее они присутствуют в данном случае в случае с вакцинацией по ковид помимо горячей линии FDA открыла вернее они создали приложение на телефонах который называется vaccine adverse effect reporting system и после анализа данных переделанных свыше 220 миллионов доз вакцин если не ошибаюсь даже больше на было выявлено что подавляющее большинство побочных эффектов они они очень мягкие то есть это такие как боль на месте инъекции у некоторых бывает небольшая температура у некоторых бывает озноб и бывает у некоторых еще меньше бывает головные боли здесь на мой взгляд наверное нужно важно понять вашему слушателю и читателю что функция FDA это защищать конечного потребителя это их первичная функция FDA несет прямую ответственность за безопасность и эффективность любой медицинской продукции которая поступает на 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 рынок на рынок сша и ваш вопрос на самом деле очень интересный по поводу того что многие считают что процесс разработки и одобрения был очень быстро и мне кажется вот это ложное понятие оно приводит к большему скептицизмом у населения насчет вакцин но на самом деле это заблуждение вакцина не была создана за два-три месяца как считают некоторые давайте например вот мы разберем по вакцину модерн или пайзера потому что методика которая была использована в этих двух вакцинов она одинаковая то есть и она основана на информационном рынка информационная рынка это такой генетический рецепт благодаря которому наши клетки могут синтезировать белки и эти вакцины основаны на том что вводится информационная рынка для шиповидного белка ковида наш организм наши мышечные клетки в данном случае делают этот шиповидный белок и выбрасывают его в кровь и в этом случае наш организм наши клетки моментально распознают что присутствует чужеродный белок и начинают синтезировать антитела и вот эти антитела являются краеугольным камнем нашей защиты от ковида но главная проблема в создании этих вакцин была не сама информационная рынка а путь доставки ее в наш организм то есть информационная рынка была открыта еще в 1960-х годах но а сам путь доставки был разработан только в конце 90-х и это было связано с только лишь с прогрессом нанотехнологии то есть на сегодняшний день и модернный пайзер загружает свою информационную рынка маленькие частицки частички которые называются вы приняли то есть это маленькие частички жира и первая вакцина основанная на информационной рынке была протестирована на людях еще в 2017 году это была вакцина от бешенства поэтому хочу сказать что методика родилась не вчера и не знаю может быть чтобы упростить всю эту концепцию немножко можно провести такую параллель это как если бы я например организовал доставки посылок ну скажем я же в сан-диего организовал доставки посылок в лос-анджелес курьером и вот я проверял этого курьера на протяжении нескольких лет и он отлично без задержек доставляет все мои посылки лос-анджелес и в определенный момент мне нужно поменять содержимое посылки но это не оказывает большого влияния на весь процесс так как нашему курьеру ведь абсолютно все равно что находится внутри посылки он доставляет его туда же куда и доставлял до этого спасибо большое да очень ценная информация если если правильно вас я понял то в принципе большая часть работы была сделана за годы до того когда произошла значит пандемия к вида правильно то есть там там только была доработана уже непосредственно рнк вот это какие-то еще компоненты вот но сам механизм он уже был как бы он уже был разработан да он был разработан он работал его испытали клинически единственное что сделали вот модель инфайзер да они отработали информационную рнк и загрузили ее в эти посылочки так скажем понятно спасибо большое хорошее сравнение я думаю что это тоже поможет людям разобраться кстати после предыдущего нашего разговора на эту тему было много звонков и я очень рада что люди услышали и заинтересовались и многие даже поменяли свое мнение по поводу вакцинации кстати спрашивали также почему вообще люди должны вакцинироваться если вакцинированные люди все равно могут заболеть ковид и не могли бы мы какую-то предоставить статистику вот например привитые находящиеся в больнице в отделении интенсивной терапии какие-то там смертельные случаи там еще что-то последствия ну вот как мне как бы ответить на вот этот вопрос слушатели читателей есть на самом деле очень много хороших данных от различных госпиталей различных организаций и они все в открытом доступе вакцина предотвращает тяжелую форму заболевания не только вакцина также предотвращает госпитализацию и смертность но далеко ходить не надо мы можем увидеть что все чиновники общественного здравоохранения призывают как можно скорее пройти вакцинацию и ревакцинацию и это ведь неспроста я как я только что сказал есть очень хорошие данные которые показывают что не вакцинированные люди шансов заболеть к обидом у них в 5 раз больше чем у вакцинированных насчет госпитализации у не вакцинированных шансов в девять раз больше и конечно же насчет летального исхода у не вакцинированных пациентов почти в 17 раз больше больше шансов умереть от камень 19 и но я даже не знаю что еще добавится к этим цифрам по моему они довольно наглядно представляет картину дайте цифры говорят за себя спасибо большое вот хотел бы спросить у вас по поводу детей вот некоторые матери родители все еще не решаются вакцинировать своих детей нужно ли беспокоиться родителям о том что вакцина может повлиять каким-то образом на развитие детей на их репродуктивные органы и так далее чтобы вы могли сказать об этом да я понимаю конечно беспокойство родителей насчет этого но доказано что вакцина безопасна и эффективна для детей старше 6 месяцев раньше эта цифра была пять лет но на прошлой неделе где авторизовала обе вакцины модерна и файзер для использования у детей с шести месяцев до пяти лет то есть побочные эффекты которые появляются после вакцинации детей являются нормальными то есть практически теми побочными эффектами которые мы которые мы видим у взрослого населения то есть болезненность на месте инъекции небольшая температура головная боль и озноб и недомогание но самое главное что нет никаких доказательств того что вакцина влияет на развитие ребенка включая репродуктивные органы и несмотря на то что дети как правило имеют более низкие показатели заболеваемости ковид-19 и меньше распространяет вирус чем взрослый все же они могут заболеть довольно серьезно поэтому очень важно вакцинировать и детей и как я сказал что теперь мы уже можем вакцинироваться начиная с 6 месяцев спасибо доктор очень очень важная информация но и все равно вот спрашивают продолжают спрашивать пишут в редакцию зачем детям нужна вакцинация если она в принципе если они в принципе серьезно как раз такие не болеют вот такие вопросы все равно задают ну в принципе я думаю что вы как раз и ответили да несмотря на то что дети как правило имеют более низкие показатели заболеваемости ковид-19 и более низкие показатели и специализации и смертельных исходов но я хочу напомнить такую статистику самого начала пандемии смертельный исход наблюдался у 442 детей это конечно это гораздо меньше показатель чем у взрослого населения но но я уверен что никто не хотел бы оказаться в этой статистике и большинство этих смертельных случаев я думаю можно было бы избежать при временной вакцинации конечно спасибо большое а вот вопрос такой доктор по поводу людей с хроническими заболеваниями такими как гипертония может быть сердечно-сосудистыми заболеваниями диабета особенно мы знаем немало пожилых людей которые страдают вот подобными заболеваниями чтобы вы им посоветовали стоит ли им вакцинироваться ли стоит ли им воздержаться да лица с хроническими заболеваниями такие в особенности как метаболический синдром то есть это диабет гипертония повышенный холестерол и все такое они на самом деле подвержены наибольшему риску тяжелой формы ковид что делает прививки для именно для этой группы населения еще более важным поэтому этой группе населения я бы настоятельно рекомендовал обратиться к своему семейному врачу во первых наверно для подтверждения всего и для того чтобы они назначили вакцинацию себя прививки прививки не только снижают риск заражения и распространение крови они значительно снижают уровень серьезных осложнений и смертности как я уже говорил спасибо спасибо большое а вот еще вопрос доктор а что насчет беременных женщин следует ли вакцинироваться им сейчас или вообще вот то есть находясь стадии беременности лучше это сделать в это время или уже после родов и безопасно ли такая вакцинация для матери для ребенка и если какие-то побочные эффекты после этого в этом случае есть очень хорошая рекомендация cdc и cdc рекомендует вакцинацию всех беременных против кови и не только беременных но также и кормящих матерей и а также планирующих забеременеть в будущем на самом деле вакцинация и не только от ковида и других заболеваний имеет много преимуществ не только для матери но и для будущего ребенка так как мать может передавать антитела которые защищают как внутриутробно так и через грудное отскармливание и вакцина доказала свою безопасность и эффективность в этой группе людей и на сегодняшний день нет никаких доказательств того что вакцины против ковид причиняет какой-то вред матери или ребенку на самом деле есть другая очень такая показательная статистика что беременные более тяжело переносят ковид-19 чем не беременные женщины и еще один еще один момент то что беременные симптомами ковид имеет повышенный риск летального исхода поэтому я думаю это прямой показатель задуматься о вакцинации спасибо спасибо доктор ну конечно мы с я на это знаем ответ на этот вопрос но тем не менее мы слышим иногда такое мнение что или опасение такое что а вдруг прививка от к вида вызовет непосредственно само заболевание как бы вы могли прокомментировать нет такого не произойдет то есть как я уже упомянул это вакцины основанными на информационном рынках и только лишь одна маленькая частица вируса то есть это та часть которая покрывает сам вирус так называемый шиповидный белок и эти вакцины учат нашу иммунную систему бороться с инфекцией то есть они создают антитела которые при попадании вирусной частицы в наш организм обволакивают вирусную частицу и способствует его выводу из организма и также не дают ему внедриться в наши клетки то есть это всего лишь маленькая частиточка вируса а не весь вирус понятно спасибо большое а вот мы говорили о детях а вакцинации для детей хотел хотелось бы уточнить тоже вот нужно ли детям также получать две дозы вакцины первоначально в такой стадии да и затем бустерную дозу через 5-6 месяцев какие какие вот на этот счет рекомендации да там есть несколько возрастных групп например если мы говорим о детях от 5 до 11 рекомендации были для получения двух доз либо модерны либо пайзера и густыми дозы пока не рекомендуется для этой возрастной группы ну вот на прошлой неделе авторизовала использование обеих этих вакцин группе от 6 месяцев до 5 лет там рекомендации немножко другие то есть для вакцины от пайзер это составляет три дозы для вакцины от модерны 2 а густерную дозу опять же пока не рекомендуется для именно этой возрастной группы вакцина johnson johnson они разрешены для использования в этой возрастной группе понятно спасибо большое доктор очень очень такая исчерпывающая информация но все-таки есть родители которые вакцинировавшихся вакцинировали сами но при всем при этом колеблются не делают прививки своим детям вот чтобы вы сказали им чтобы все-таки как-то их поощрить вакцинацию детей ну что можно сказать по этому поводу вакцинация вашего ребенка это это лучший способ защитить его от ковид-19 несмотря опять же повторюсь несмотря на то что как правило дети имеют более низкие показатели заболеваемости ковид меньше распространяет вирус чем взрослые дети же дети все же могут заболеть довольно серьезно как я уже упомянул с начала пандемии было четыреста сорок два смертельных случая и это просто не стоит риска понятно спасибо а вот если все таки такое произошло да и тем более сейчас мы уже знаем что многие люди были к сожалению подвержены заболеванию ковида если если человек тест показал положительный результат и есть симптомы или нет симптомов что делать в этой ситуации что делать такому человеку если конечно человек с подтвержденным диагнозом ковид очень важно чтобы эти люди изолировались самоизолировались от других частности от своих близких друзей и внешней среды и они должны оставаться дома не менее пяти дней изоляция может быть прекращена после 5 дня если симптомы конечно уже исчезли или же уже исчезает и анализ на антиген данном случае антигеновые тесты конечно играть большую роль и вот анализ на антиген взятые на пятый или шестой день дает отстательный результат тогда уже можно опять же выходить опять же это это рекомендации cdc то есть надо больше отдыхать больше жидкости то есть не доводить организм до безвоживания есть лекарства которые отпускаются без рецепта и которые могут помочь облегчить некоторые симптомы но все же нужно всегда оставаться на связи с своим врачом память еще и следовать его рекомендации есть еще один момент я думаю уже виду повсеместной информации все уже об этом знают если у вас возникает дыхание можно немедленно обращаться спасибо спасибо большое но я к этому еще если можно вот я я добавлю немножко да то есть бывает у нас были случаев после предыдущего такого видео которое мы опубликовали что люди писали нам я не или мне задавали вопросы которые имели такую медицинскую узкомедицинскую специализацию и конечно мы рекомендуем пожалуйста обращайтесь к лицензированному специалисту к вашему семейному доктору потому что ваша ситуация она уникальна и конечно этот человек вам даст профессиональный исчерпывающий ответ мы не пытаемся вам тут давать какие-то непосредственные непосредственные какие-то значит указания по поводу лечения спасибо да спасибо большое но вот мой последний вопрос что он сейчас тоже такой очень актуальный потому что каникулы лето отпуска и это время путешествий естественно учитывая то что люди активно перемещаются встречаются друг с большие мероприятия проводятся вот чтобы вы хотели посоветовать смогли бы посоветовать с нашим слушателям и читателям вот вот в это время года когда вирус продолжает свое существование и люди заболевают ну наверное ввиду нашей дискуссии и веду наши темы сегодня я бы порекомендовал всем кто собирается путешествовать этим летом привиться от коронавируса для того чтобы ковид никоим образом не смог повлиять на машину я уверен грандиозные планы на это лето а также хотел бы наверное пожелать веселого интересного отпуска и каникул без всякого ковида спасибо большое спасибо спасибо большое я хочу напомнить дорогие наши друзья что сегодня у нас в гостях был андалеп халмухамедов доктор педиатр и старший научный сотрудник отдела по гемодиагностике и конечно же президент славик американ чембер сергей терепков и и я яна санакина издатель журнала горожанка вот и мы говорили про ковид который продолжает свою жизнь к сожалению и мы очень хотим чтобы все были здоровы счастливы и бдительны самое главное спасибо большое за ваше время доктор холмухамедов уважаемая на и наши дорогие слушатели зрители я надеюсь что мы еще вернемся к этой теме и очень надеюсь что доктор холмухамедов нас еще посетит и будет у нас гостя спасибо большое спасибо большое за приглашение за интересную дискуссию за хорошие вопросы от ваших слушателей всего хорошего всего доброго до свидания